Пытки называют распространенным явлением в российских колониях, но как информация о происходящем за решеткой попадает к правозащитникам? Шифровки, намеки родным и адвокатам остаются последней надеждой жертв произвола, говорят в фонде «Русь сидящая». Написать в письме из колонии о том, что были пытки в отношении человека, очень сложно. Его не пропустят цензура. Это письмо просто не выйдет никогда за пределы периметра колонии. Оригинальный способ передать сообщение на волю использовал Сергей Неконоров. Он жаловался на пытки после отказа участвовать в строительстве дачи начальника колонии. Вот это запаянный, как говорится, контейнер. Я, так как не смог передать легальную жалобу на свободу из колонии, мне пришлось передать через жену путем поцелуя. Я взял, засунул в рот. Также могу говорить, разговаривать нормально. А администрация ни о чем не додумалась. И передал путем поцелуя. Вот так. Из губ в губы. Сообщение Неконорова позволило инициировать разбирательство, которое завершилось осуждением начальника Оренбургской колонии номер 11 Филюса Хусаинова. Суд приговорил его к трем годам заключения за превышение должностных полномочий. Продолжение следует...